Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре отметили день воздушно-десантных войск. Утро началось с возложения цветов к монументу на площади памяти погибших в необъявленных войнах. Днем на набережной работали интерактивные площадки, на которых можно было увидеть оружие и вещи солдат времен Великой Отечественной войны. Там же можно было записаться в Самарский батальон. А в пять часов вечера возле бассейна ЦСКА ВВС начался праздничный концерт. Подробности далее. Расплескалась синева, расплескалась, По синяшкам развелась, по беретам. В этом году воздушно-десантные войска отмечают 92 года со дня создания. 2 августа в 1930 году во время опытно-показательных учений Московского военного округа на окраине Воронежа впервые в Советском Союзе на парашютах высадились 12 десантников для выполнения боевой задачи. А во время Великой Отечественной войны уже было пять воздушно-десантных корпусов, численностью 10 тысяч человек каждый. На концерт, посвященный Дню воздушно-десантных войск, пришли не только военнослужащие, их жены и дети, но и представители крупнейших предприятий города, студенческих и молодежных объединений, волонтерских организаций. Среди гостей праздника была и глава Самары Елена Лапушкина. Праздничную программу открыл губернатор Дмитрий Азаров. Конечно, огромен вклад ВДВ в приближение победы в Великой Отечественной войне. И мы никогда не забудем имена героев-защитников Отечества, которые защитили нашу Родину, весь мир от нацизма. Но сегодня, когда нацизм пророс у самых границ нашей страны, их внуки и правнуки, верные заветам своих предков, вновь встали на защиту мира. И проявляют мужество и героизм в проведении специальной военной операции по деноцификации и демилитаризации Украины. Возвращая мирную жизнь людям Донбасса. Защищая все, что для нас дорого и ценно, наши традиции и заветы отцов. Десантники всегда были на передовой в сражениях и не раз проявляли массовый героизм. Они воевали в горячих точках, а сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. Гости праздника рассказывали, что собрались на набережной, чтобы их поддержать. Настроение очень хорошее. Когда видишь такое единение людей, душ, настроение, ну это отличное настроение. И становишься гордо за свою Родину, за своих людей, за свои коллективы. Конечно, все хорошо, все устроено, безопасность обеспечена, сотрудники здесь. Все хорошо, здесь безопасно, всем безопасно. Мы знаем, что будет концерт хороший, и тем более будет Бойтенко. Очень здорово, и погода позволяет. Такой праздник очень большой, праздник хороший. Как же это не поддерживать? Мы поддерживаем. Виктория Шарая, Василий Колдашов, События. С космодрома Плесецк стартовала новейшая ракета легкого класса «Союз-2.1ВМ». Ее запуск обеспечил двигатель НК-33А самарского предприятия ПАО «ОДК Кузнецов». Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы «ОДК Кузнецов» приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту. Также они наблюдали за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний, сообщили в пресс-службе предприятия. Благодаря самарскому двигателю ракета успешно вышла на заданную орбиту. Отметим, что «Союз-2.1ВМ» отправили в космос вместе со спутником, разработанным в интересах Министерства обороны России. Самарские спасатели вышли в рейд по пляжам. Внимание сотрудники службы уделяют как официальным местам отдыха, так и тем, что находятся на правом берегу Волги. Они не только проводят беседы с горожанами, но и раздают памятки поведения на воде. Ведь только с начала купального сезона утонули 9 жителей областного центра. Крики «Спасите! Тону!» – это авторский вымысел в художественных фильмах и книгах. На самом деле, как говорят специалисты, тонущий человек кричать не может. Он захлебывается водой и пытается глотнуть воздуха. Поэтому непрофессионалу трудно определить, что купающемуся неподалеку человеку требуется помощь. А вот спасателя все признаки знают. На пляжах городского округа не погибло ни одного человека во время работы спасателей на спасательных постах. То есть люди гибли в акватории пляжа, когда спасатели не работали. То есть в ночное время. В ночное время погиб человек в состоянии алкогольного опьянения. И буквально 29 числа погибла девушка в акватории пляжа Ладья в 5.40 утра. То есть зашла вода в состоянии алкогольного опьянения. В этом году с 10 июня, когда открылся купальный сезон, в воде погибли 9 человек. Еще 24 купальщика удалось спасти. Люди тонут в акватории необорудованных пляжей, где нет спасательных постов. Как правило, трагедия происходит в протоках и на правом берегу Волги. Чтобы предотвратить трагедию, спасатели регулярно выезжают в рейды, беседуются дыхающими. Здесь мы лет 15 уже отдыхаем на этом месте. Поэтому нам здесь нравится. Народ свой один и тот же. У нас пока никаких. За 15 лет ничего не было. Все осторожненько, все проверены. Большое внимание уделяют и тем, кто загорает на официальных пляжах. Отдыхающим раздают специально разработанные памятки. Добрый день. Возьмите, пожалуйста, памятку поведения на воде и на пляже, чтобы предотвратить трагедию. Спасатели не только просят горожан не употреблять на пляже алкоголь и курить в отдалении от места отдыха. Самое главное, говорят сотрудники службы, следить за своими детьми. В этом сезоне в Самаре работают 8 оборудованных пляжей. Ежедневно на дежурство выходят 44 спасателя, готовых в любой момент прийти на помощь. Светлана Цимофеева, Василий Калдашов. События. Современные автомобили с повышенной проходимостью. Бензопилы и мотопомпы. Специалисты бюджетного учреждения «Самар-Лес» получили новую технику для профилактики и тушения лесных пожаров. Приобрели оборудование на средства национального проекта «Экология». Подробнее расскажем в нашем сюжете. Повышенная проходимость при сравнительно небольших габаритах. Вот главное преимущество новых машин, которые поступили в распоряжение Самарского лесничества. Один грузовик может перевозить до 3,5 тонн. Два других, более легкого класса, рассчитаны на 1,5 тонны. Они смогут доставлять оборудование для тушения лесных пожаров туда, где не проходят более тяжеловесные и крупногабаритные машины. Данная техника будет еще привлекаться для мероприятий по защите лесов от пожаров в нашем госзадании. Это при производстве именно работ по расширению лесных дорог, по реконструкции, так называемой эксплуатации лесных дорог, по созданию противопожарных разрывов. То есть это машины-хозяйки, которые всегда нужны. Машины приобрели по программе сохранения лесов на средства национального проекта «Экология». Кроме того, удалось приобрести 17 новых бензопил, по одной на каждую станцию по тушению лесных пожаров, расположенных в зеленых зонах Самарского региона. В распоряжении сотрудников появилась и новая мобильная насосная станция высокого давления, чтобы подавать воду для тушения из ближайших водоемов. Поможет новое оборудование вести профилактическую работу по предостережению лесов от возможных возгораний. Данная техника будет принимать участие в мероприятии уборки неликвидной древесины в лесах. Цель данного мероприятия основная является снижение пожарной опасности в лесах. То есть та древесина, которая потеряла свои качественные свойства, ее утилизирует. В ближайшие дни автомобили поставят на учет, после чего они сразу заступят на боевое дежурство. Также до конца года Самарскому лесничеству закупят трактор и дополнительное оборудование. Таким образом, пожарно-химические лесные станции будут оснащены транспортом почти на 100%. Высоким будет и процент оснащенности оборудованием, что выше средних цифр по стране. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп РИСКа носить маски в общественных местах, чтобы избежать заражения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В условиях роста числа выявленных случаев коронавируса, вызванного распространением новых подвариантов штамма омикрон, есть риск заражения, особенно для уязвимых категорий граждан. Им также рекомендуют пользоваться антисептиками. В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода. В августе в России вступили в силу несколько законов. Например, начали действовать поправки, позволяющие самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг. Изменился закон об оружии, а налоговая тайна может перестать быть тайной. Законодательные новеллы обсудила с экспертами Светлана Кудрявцева. Период компенсационных выплат системообразующим организациям федерального уровня за создание временных рабочих мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения, увеличили вдвое. Раньше период временной занятости, за организацию которой предприятия получали компенсации, один минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов на одного работника. Длился три месяца. Теперь он увеличился до полугода. Соответствующее постановление вступило в силу 2 августа. Власть рассчитывает, что благодаря такому решению крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке своих производственных и логистических цепочек, а также сохранить коллектив. С августа этого года в налоговом кодексе оговаривается, что налоговая тайна перестает быть тайной, если налогоплательщик сам дал согласие на ее разглашение. Я допускаю, что теперь налоговый орган, собирая определенную информацию, статистическую, об оплате налогов, декларации и так далее, будет затребовать согласия на распространение этой информации. И мы таким образом можем сказать, что, наверное, крупка информации, которая будет попадать под налоговую тайну, предусмотренная статьей 2 Налогового кодекса, он будет таким образом расширен. И на это нужно обратить внимание, что теперь вот законодатель сделал вот такое важное, небольшое, но важное уточнение. С 25 августа вступают в силу ряд поправок в Федеральный закон об оружии, которые уточняют основания для приобретения гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Раньше в качестве гладкоствольного рассматривались, в принципе, и стволы, внутри которых были нарезы, но не по всей длине ствола. Теперь определено, что ствол с любым нарезом считается нарезным оружием. Для тех, у кого уже есть оружие, у кого уже есть охотничьи лицензии, на данный момент это не влияет. Но когда подойдет срок эту лицензию менять, некоторые владельцы могут столкнуться с определенными трудностями. Разный порядок получения лицензии, и не любым оружием любое лицо может владеть. Документ также разрешает проводить ремонт гражданского и служебного оружия юридическим лицам, имеющим на это лицензию. Передача оружия для ремонта осуществляется на основании направления, которые выдается Росгвардии. В этом месяце начали действовать поправки в законодательство, позволяющие самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг. Самозанятыми считаются граждане, которые получают доход от своей личной деятельности без работодателя и наемных работников. Закон касается только тех, чей максимальный доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц. Самозанятые платят налоги по льготной ставке 4% при оказании платных услуг физическим лицам и 6% юридическим. Кроме того, самозанятым не нужно открывать ИП и предоставлять декларацию в налоговую службу. Теперь подать заявление на применение этого специального налогового режима можно через портал госуслуг. До этого момента у нас это можно было сделать следующим образом. Соответственно, через соответствующее приложение, через уполномоченные банки, либо через федеральную налоговую службу. Таким образом, по сути, расширили список возможностей, через которые ты можешь получить статус самозанятых. И еще немаловажный момент заключается в том, что на теперь этот профессиональный налоговый режим распространили на ряд дополнительных категорий людей. Это жители Украины, это жители ЛНР и ДНР, и в том числе граждане, проживающие в Евразийском экономическом союзе. Это, соответственно, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан и Армения. В конце августа закончатся установленные ранее ограничения на эквайринговые комиссии. Я напомню, каждый раз, когда мы куда-то приходим в магазин или заказываем что-то через интернет и платим карточкой, предприниматели, которые нам продают товары и услуги, они оплачивают банку, так называемую комиссию за эквайринг. Как правило, она составляла 1,5-2%. Начиная с середины февраля, Банк России ограничила это 1% для социально значимой сферы. Ну, как то образование, услуги, продукты, лекарства. Однако с 31 августа эта мера прекратит свое действие. Так что можно будет ожидать небольшого, но повышения цен опять. Еще одна новость касается автовладельцев. В последний месяц лета возвращается тревожная кнопка «Эроглонасс». Сообщается, что с конвейера автоваза уже начали сходить первые автомобили с этим блоком. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События. Депутаты Самарской губернтской думы оценили готовность к сдаче трех объектов. Двух детских садов, на Подшипниковой и на Ташкентской, а также школы на пятой просеке. На каком этапе работы, расскажем в нашем сюжете. Через месяц в стенах детского сада на Подшипниковой зазвучит долгожданный смех. Здесь появится 112 воспитанников, в том числе и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут созданы две группы. Всего же групп будет шесть. У каждой свой вход – игровая, буфетная спальня и туалетная комнаты. В 26-й школе на пятой просеке 1 сентября впервые прозвучит звонок на урок. Здесь есть все для получения качественных знаний. Оборудованы кранами на каждой партии кабинет химии, спортзал со скалодромами, кабинеты для уроков труда, с холодильниками и плитами для девочек и со столярными станками для мальчишек. Но главное открытие этой школы на 850 мест поможет разгрузить первый корпус, рассчитанный на 650 учащихся. Только первых классов в этом году набрано 9. Те 18 тысяч квадратных метров, которые построены в соответствии с современными требованиями, уже мы увидели то оборудование потрясающее, которое сюда завезли. И мы абсолютно уверены в том, что все жители данного микрорайона наконец-то вздохнут спокойно, потому что они четко будут понимать, где будут обучаться их дети. В конце августа планируется ввод в эксплуатацию и детского сада в границах улиц Ташкентская и Московское шоссе. Он примет 132 ребенка. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других событиях дня. Режим ограничения полетов в несколько южных городов России продлили до 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Самолеты по-прежнему не могут летать через аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа. Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения ввели еще 24 февраля. Запрет продлевают уже в 27 раз. За неделю в Курумаче уничтожили более 350 килограммов запрещенной продукции. Ее выявили специалисты Росельхознадзора во время досмотра ручной клади 145 пассажиров из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Среди выявленной под карантинной продукции запрещенной к ввозу в Россию, в том числе орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, сушеные травы, специи, чай, части растений, семена, овощных культур. Всю запрещенную продукцию изъяли и уничтожили. Житель Самарской области стал жертвой мошенников. 59-летнему тольяттинцу позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то пытается украсть деньги пенсионера, и для того, чтобы их сохранить, нужно спрятать средства на безопасном счете. Действуя по инструкциям злоумышленника, мужчина перечислил около 2,5 миллионов рублей. Вскоре житель Тольятти понял, что стал жертвой преступников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Самарские выпускники смогут сдать экзамены в дополнительный период. 5 сентября 185 участников напишут экзамен по математике базового уровня, 8 сентября 37 человек примут участие в экзамене по русскому языку. В областном Минобразовании отметили, что у самарских выпускников хорошие результаты по географии, обществознанию и химии, английскому языку, информатике и КТ. Итоги экзаменов, которые школьники напишут в дополнительный период, станут известны не позднее 21 сентября по математике и не позднее 27 сентября по русскому языку. Для участников, которые по уважительной причине не сдадут экзамены 5 или 8 сентября, предусмотрен еще один резервный день 20 сентября. В Самарской области нашли новые виды рептилий. Об этом сообщили в пресс-службе Жигулевского заповедника. Ученые из Института экологии нашли на острове Середыш популяции безногой ящерицы веретеницы и обыкновенной гадюки. Ранее считалось, что там обитают только два вида рептилий – рыдкая ящерица и обыкновенный уш. Последнего удавалось встретить при каждом выезде. Как отметили специалисты, в этот раз змеи находились в состоянии леньки, о чем свидетельствует помутнение корных покровов. Также из земноводных на Середыше нашли озерную лягушку. Этот вид массово встречается по берегам и на внутреннем озере Кольчужное. Полученные результаты делают остров еще более ценной заповедной территорией с научной точки зрения и свидетельствуют о необходимости продолжения исследований, считают специалисты. Аналитики Яндекс.Путешествий составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поисковике. В него вошли 2295 культурных объектов, в том числе 33 самарских. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Самарская область находится на 15-м месте среди регионов России. Самый популярный самарский объект – театр оперы и балета. На втором месте бункер Сталина, далее в рейтинге технический музей имени Сахарова, памятник преданности, дом со слонами, Самарский театр драмы, загородный парк, художественный музей, памятник Татищево и ботанический сад. Аналитики посчитали, из каких российских регионов в Самарскую область приезжает больше всего туристов летом. Чаще всего номера в местных отелях бронируют жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана. Жители самой Самарской области этим летом активнее всего бронируют отели в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане и в Крыму. Судя по числу запросов, главная российская достопримечательность – государственный эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев-Курган. Замыкает пятерку Большой Екатерининский дворец. Первое место по числу достопримечательностей занимает Москва, Санкт-Петербург на втором месте, на третьем – Московская область. Эти же регионы лидируют по суммарному числу запросов россиян о местных достопримечательностях, но здесь Санкт-Петербург обгоняет Москву. Больше всего достопримечательностей оказалось в категориях музеи, монастыри и культовые сооружения. Баскетболисты Самары продолжают пополнять состав новичками перед первым сезоном в «Единой лиге» – сильнейшем российском турнире. А самарский пятиборец и метательница молота стали лучшими в стране. Подробнее в нашей рубрике. Состав баскетбольного клуба Самары пополнился еще одним новичком, имеющим богатый опыт выступления в Европе. В «Единой лиге» волжанам поможет Кейси Риверс. В его резюме победа в Евролиге в составе Мадридского Реала, а также победы в национальных чемпионатах Испании, Греции, Сербии, Литвы. Последним клубом американца был ХПЛ «Иерусалим». В чемпионате Израиля он провел 18 игр, набирая больше 10 очков в среднем за матч. В Москве проходит финал Кубка Павла Летнева по современному пятиборью. Соревнования проходят на спортивных площадках Центра современного пятиборья «Северный» и Московской академии современного пятиборья. В турнире принимают участие по 36 мужчин и женщин, сильнейших спортсменов из России и Беларуси. В мужском финале победителем стал 19-летний самарский пятиборец, воспитанник с шор номер 5 Кирилл Мануйло, набравший 1485 баллов. Второе место занял россиянин Егор Громадский, тройку лучших замкнул белорус Илья Полосков. Второй представитель Самарской области, участник Олимпийских игр в Токио Александр Лифанов, занял восьмое место. Перед стартом финального этапа он лидировал в рейтинге Кубка Летнева, выиграв два этапа из трех. В Чебоксарах на стадионе Олимпийский стартовал чемпионат России по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участие 797 легкоатлетов из 70 регионов страны. За четыре дня соревнований будет разыграно 44 комплекта медалей. В первый день состязаний Софья Палкина из Тольятти стала чемпионкой страны в метании молота. Ее лучшая попытка составила 70 метров 67 сантиметров. Самара Гиса запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. Как известно, август – время сбора в школу. Поэтому сегодня выясняем, готовы ли наши подписчики и их дети к новому учебному году. О том, что процесс в самом разгаре, рассказали 22% опрошенных. 17% ответили, что еще нет, но скоро этим займутся. 13% подписчиков уверяют, что все давно уже готово. 12% собираются начать подготовку за неделю до 1 сентября. А треть опрошенных ответили, что детей у них пока нет. Вы тоже можете проголосовать за один из вариантов или написать в комментариях свой. Заходите в телеграм-канал «Самары Гис». QR-код вы видите на экране. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. На улице Ставропольской меняют канализационную трубу, которая пришла в нерабочее состояние. Работы ведутся бестраншейным способом, без вскрытия тротуаров и газонов. Специалистам предстоит протянуть под землей более 240 метров новые полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм. Обновленный участок позволит значительно снизить вероятность возникновения засоров в системе водоотведения, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Правительство России постоянно расширяет меры поддержки родителей с детьми. Одна из таких мер, действующая с этого года – получение вычета за лечение или занятие спортом. Ребенка в возрасте до 24 лет включительно. Ранее вычет предоставлялся за детей до 18 лет. С условиями получения вычета знакомит самарцев телеграм-канал администрации Кировского района. В Самаре пройдет форум инвесторов в историческую недвижимость «Ярмарк домов». Пространством для проведения двухдневного мероприятия станет концертно-театральный комплекс «Дирижабль» на Куйбышево-104. Участники мероприятия узнают об успешных кейсах приобретения исторических зданий под бизнес-задачи. В рамках форума состоится стратегическая сессия по обсуждению процедур передачи исторической недвижимости бизнесу и презентация нескольких самарских домов, подготовленных для инвестиций. Ссылку для регистрации на форум разместил у себя телеграм-канал администрации промышленного района. 3 августа состоялся выездной прием первого заместителя главы Самарского района Алексея Лубеницкого по вопросу ремонта кровли в доме на Венцако-Галактионовской. Собственнику жилья окажут содействия в оформлении документов для подачи в управляющую компанию для решения вопроса по существу, пишет телеграм-канал администрации Самарского района. В поселке управленческие силами подрядной организации полным ходом идут ремонтные работы пешеходной инфраструктуры. В районе лицея философии планетарного гуманизма и школы номер 127, пишет телеграм-канал администрации Красноглинского района Самары. Для удобства будут устроены дополнительные дорожки и лестницы, исходя из фактического пешеходного трафика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова